Здравствуйте, дорогие садоводы! Сегодня поговорим про гиацинты. Расскажу о том, что с ними делать после того, как они отцвели. Расскажу про те гиацинты, которые у нас с вами растут в саду. Те, которые выращены вот в таких горшках. Может быть, кто-то также сажает, как и я. И про те гиацинты, которые были получены нами по случаю 8 марта. То есть те, которые росли в горшках в наших квартирах. Итак, независимо от того, в каком виде у вас сейчас гиацинты цветут. И смотрите, вот эти цветоносы, которые у них у меня уже здесь отцветают гиацинты. А вот эти цветоносы у сортовых гиацинтов семена не образуют. Поэтому обрезать их смысла нет. На образование семян растение силы не тратит. Зато за счет вот этого цветоноса луковица получает питание. И этот цветонос является надземной частью растения, которая участвует в его жизнедеятельности. Итак, гиацинты начинают в своем северном Подмосковье выкапывать примерно в 20-х числах июня. Тогда же, когда и тюльпаны. Сигналом служит пожелтевшая листва. Не ждите, когда она уже прямо в откровенную солому превратится. И неясно уже будет, росли тут гиацинты или не росли. Вот пожелтели листва, поникли цветоносы, все. Луковицы можно выкапывать. Дальше берем вот такой обычный пластиковый ящик из-под фруктов. Застилаем дно газетой или любой бумагой, только не пленкой. Нужно, чтобы луковицы дышали. И начинаю выкапывать луковицы. Кстати, не переключайтесь, я расскажу вам о том, а нужно ли выкапывать гиацинты. И что будет, если луковицы не выкапывать. Итак, листья пожелтели. Я их вытаскиваю, не обрабатываю. Сухой, жаркий день для этого выбираем. Вытащила луковицы и выкладываю в ящик. Как правило, они еще с желтыми листиками. Я укладываю луковицы так, чтобы листья были все в одну сторону. Луковицы обязательно кладу в один ряд. И желательно, чтобы они не касались друг с другом. Чтобы как следует был воздухообмен и луковицы дышали. Если понадобится, берите 2-3 ящика. Затем, буквально через несколько дней, листья полностью пожелтеют. И они будут свободно вытаскиваться, высохнуть вернее. Вытаскиваться из луковицы. Что я и делаю. Я просто собираю листья и ставлю ящик. Куда я его помещаю? В самое теплое, сухое и проветренное место. У меня это верх кухонного шкафа. Можно над вытяжкой. Дело в том, что в отличие от тюльпанов, гиацинтам в период покоя нужно тепло. То есть, если тюльпанам нужно выдерживать 16-18 градусов, то гиацинтам чем теплее, тем лучше. У них за это время формируется цветонос. И чем дольше они будут находиться в тепле, тем крупнее, ярче будет цветонос. И даже выше. По этой же причине гиацинты высаживаются последними. После всех луковичных. Обычно сначала крокусы, потом нарциссы, тюльпаны и гиацинты. Я в своем северном Подмосковье высаживаю в начале октября. То есть, перед самыми-самыми морозами. Итак, вот что я буду делать с этим горшком. О том, как высаживать гиацинты в горшки и тюльпаны. У меня есть сюжет, я прикреплю его в конце этого видео. После того, как растения цветут, я его поставлю в самое прохладное и тенистое место. Ну, просто, как говорится, с глаз долой. Но поливать буду до тех пор, пока листья не пожелтит. Потому что луковицы еще продолжают получать питание. И не забывайте то же самое делать с тюльпанами, если они у вас растут в горшках. А затем также я беру тачку и вываливаю всю землю. И собираю луковицы, выкладываю также в пластиковый ящик. Что будет, если гиацинты не выкапывать? Ну, собственно, ничего с ними не будет. Разве что цветонос будет помельче, будут пореже, цветочки располагаться. Он будет ниже. У меня есть гиацинты, которые уже, наверное, десятилетиями растут в моем саду. То там, то тут. С компостом они разносятся. И прекрасно цветут каждый год. Но, говорю, в соответствии, конечно, не такое вот уже крупное и большое получается. Что делать с теми гиацинтами, которые были в горшочках и находились у нас в квартире? Ну, к примеру, с марта месяца. Я их всегда советую высаживать сразу же, как только позволит погода в саду. То есть, как только будет копаться почва. Ну, не будет уже минус 10 там по ночам, а минус 4, минус 6 они спокойно выдержат. У таких растений, которые были преподнесены нам в качестве подарка, конечно, период вегетации нарушен. Не говоря уже о том, что они перекормлены всевозможными удобрениями. Поэтому их лучше сразу возвратить в привычную среду. Я не советую их выкапывать, держать. Кто-то там в холодильнике держит, на подоконнике высушивать. У меня был опыт, когда я такие вот в первое время гиацинты сушила, также в ящик клала. И они благополучно погибали к моменту высадки. Луковица иссушается. Она не выдерживает вот этот вот период хранения. Поэтому лучше сразу вернуть ее в привычную ей среду. Да и вот эти заморочки, честно говоря, когда она там у нас стоит в горшке, мы вот ее то полили, то не полили. А потом положили в холодильник и забыли. Или поставили горшок куда-то и забыли. Они никому не нужны. Высадил в сад и забыл. Вот, в общем-то, и все, что я вам хотела рассказать про гиацинты. Обязательно высаживайте эти цветы. Пробуйте сажать в горшки. Это неповторимая красота, великолепие. Ну, а аромат рядом с домом. Это вне всяких похвал. Подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. С вами была Светлана Самойлова. Пока!